здравствуйте уважаемые зрители в эфире передача версии с вами ее авторы даниил богатырев и сергей лазовский а в гостях у нас сегодня михаил погребинский директор киевского центра политических исследований и конфликтологии здравствуйте коллеги здравствуйте вот вот михаил борисович первая тема которую хотелось бы с вами сегодня обсудить это актуальная ситуация в российско-американских отношениях на прошлой неделе прошла серия долгожданных переговоров россия сша россия нато россия обсе в результате появилась в сми информация о том что вот уже на этой неделе сша якобы должны предоставить свой письменный ответ на российские требования по гарантиям безопасности однако что-то мы не видим никаких подвижек то есть пока этого ответа нет и пока честно говоря непонятно какими же будут действия россии мы знаем что российские дипломаты обещали весьма жесткий ответ в случае если штаты не согласятся с требованиями о гарантиях безопасности но каким именно будет этот ответ непонятно вот как вы считаете чего следует ожидать понятно что он будет жесткий а какой именно честно говоря это не принципиально знаете каждый может степень жесткости воспринимать по-своему и не можно предложить там целое как мой 18 сценариев жесткости вот виктория но он дано же как бы предлагает 18 сценариев реакции на вторжение на что песков тут же сказал у нас их меньше у нас меньше до энди шерман говорила что даже не на вторжение даже если чего-то какая-то будет попытка как-то какие-то перемены стимулировать в украине которых не просили украинцы меня вообще поражает дебилизм значит западных политиков до такой степени откровенный ну это можно отнести правда за счет того что они растерянные они не ожидали такого нахальства от россии они по-прежнему как бы живут 90-х годах и считают что россия ничего не может вот у меня даже есть мои знакомые американцы которые говорят что тут у них есть устоявшаяся точка зрения что вообще россии ничего не может сделать что это все чепуха это все сиди какие-то мультики не серьезно все равно мы самая сильная страна в мире и у нас нет никаких проблем значит я думаю что часть американского руководства как я понимаю во главе с президентом отдает себе отчет том что что-то такое россия может и поэтому они вообще пошли на приколы иначе бы не пошли сразу бы сказали что мы будем все равно делать то что нам надо ну вот британцы же делают то что надо взяли и отправили на украину значит какие-то джавелины или может быть какие-то варианты джавелинов английского производства но также здесь стоит отметить что вот вчера прошла новость что канадский спецназ прибыл в украине канадский спецназ да потом тут интересно вспомните что им пришлось облетать германию германия как бы запретила самолетом которые перевозили вот эти противотанковые средства не разрешила лететь через территории германии это тоже кое чем говорит вот но я бы сказал так что вот это наглость британцев она тоже как-то такая с одной стороны наглый с другой стороны министр обороны говорит но мы точно воевать не будем на стороне украины и вообще он пишет письмо шайгу что он приглашает его в гости но чем в гости приглашаешь чё к тебе ехать ты вообще кто такой с этим со своим как бы военным могуществом это ты должен на цепочку прискакать туда в москву и сказать я больше не буду если ты думаешь о судьбе своего своей страны даже меня поражает сколько можно не соображать вот вам говорят что будет все очень посерьезно после чего но я бы сказал но нарываются просто я не понимаю сейчас мне кажется у россии просто нет другого выхода кроме как ответить серьезно том числе британцев так что я не хочу сейчас вот список возможных ответов единственная моя мысль о которую я тут в регулярном повторяю что я считаю что этот ответ самой незначительной степени может касаться украины поскольку нам всем понятно что украина не принимать никаких решений но почему уже чем обижать малых сих тем более что у нее украине как бы у власти люди которые но вообще не отвечают за свои слова действия и так далее нельзя в этом никак нельзя обижать таких людей начнут обиженных богом не обижают но мы понимаем на что вы намекаете да не только то не намек это что ответ будет для американцев может быть какой-то степени и британцев но не не украинцев и не европейцев которые тоже как бы голоса не имеют но у них есть голос вот этого не буду его обзывать не хорошими словами но явно что у него с профессорской внешностью значит интеллектуально как бы нулевой человек который представляет значит и на странные дела в европейском союзе ну пойдетчик ничего не соображен уже заборе вы имеете ввиду да я имею добро или он продолжает говорить какую-то хинею что вот надо с нами надо приду расширить умное лицо не признак ума ну конечно слушайте но невозможно же до такой степени такие замечательные должности занимают я слыхал что зарплата там типа 50 тысяч евро в месяц но понятно как-то хочет остаться на этом месте но как-то адекватно какая-то должна быть честно говоря и поскольку я ну как и думаю мы все были озадачены вот этим ультиматумом путина и я с тех пор как бы напряжение ожидаю раз продолжение как бы вот этого марлезонского балета потом михал борисович извиняюсь как вы оцениваете этому ультиматуму или декларация не пока что ультиматум но слушайте это может там путин говорит что это не ультиматум так сказать мы объясняем что нам нужна безопасность но форма выбрана такая которая не допускает варианта ну давайте как бы частично вам обеспечим что-то частично ясно же и сказала что это не меню и так далее значит грушко говорит что значит вот эти требуют документ направлены в соединенные штаты является комплексным что решение по всем другим вопросам зависит от главного вопроса сто раз уже сказано я напрягаюсь потому что я понимаю что но нам жить как бы в этой атмосфере будет довольно сложно я имею ввиду нам украине несмотря на то что как я по-прежнему как я уже сказал что я считаю что никакого вторжения не будет и никаких жертв тут как бы украинских граждан не будет и вся эта возня с этими терм территориальными кто они там такие территориальные батальоны не батальон не знаю во всяком случае она может только привести вы имеете ввиду закон о всеобщем национальном сопротивлении по которому создаются подразделения территориальной обороны да 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 вот это способно привести только к резкому росту преступления с использованием оружия то что сейчас вот начинают его раздавать ну понятно я но не знаю конечно я же кассандра но тем не менее я практически уверен что это ничего такого не будет что потребует значит каких-то каким-то людям в городе хмельницкий зарываться в подвал а потом выходить из подвала и обстреливать как бы оккупантов я не что ни что ни ново под луной вспоминается этот миф о ясоне когда выросли зубы дракона он бросил камень и те сами друг друга перебили вот не это ли сейчас терр обороной произойдет да вот поэтому я говорю что это не это что будет нам опасно потому что люди которые как бы получают ни с того ни сего значит серьезное оружие которое как бы способна убивать людей они найдут много разных целей для того чтобы решать свои личные проблемы они в вражескую ювелирку или банк например конечно поэтому у нас как это было недавно в казахстане да как было в казахстане а кстати вот если рассматривать казахстан не как акцию не как некое действие как явление вам не кажется что это отчасти нахождение вакцины против цветных революций когда вы задаете этот вопрос вы не подразумеваете что это организовали враги цветных революций для того чтобы показать что ничего у вас не получится антагонисты цветных революций пусть не враги у нас часто говорят враги да я вообще я вообще считаю что но вообще против всяких теории заговора я считаю что это был элитный конфликт серьезный которого подключились разные интересанты а их много и турецкие и националисты казахстанские и английские интересы и так далее все тут и когда появля вы зажигаете нечто и становится понятно что действующая власть нет как бы ну и когда когда понятно что нет единой воли в государстве и и это дает возможности понимание того что с этим государством можно не считаться тогда за небольшие деньги собираются люди им дают выпить или чего-то такое проглотить и они устраивают нечто что должно кончиться ну как я понимаю прямым от прямой отставкой такая и дальше значит те кто интересанты они как бы организуют тогда новую власть и все в окей но не получилось и я думаю что такая вот давал себе отчет что он не может обратиться за помощью никому кроме как в кадр кого дкб просто но нет у него он знал прекрасно что за за спиной значит вот этих всех организаторов стоят люди напрямую связаны то ли с турецкими то ли с британскими спецслужбами просто они знают это они сидят на серьезных активах на с миллиардными бизнесами и так далее и у него единственная возможность спастись это звонить путину что он и сделал мне кажется что как только стало понятно что его поддерживает путин они все слились ничего тут удивительного нет потому что государство она как раз и существует вот в том смысле что когда у вас есть за спиной сильный как бы помощник или защитник то тогда она консолидируется и тогда появляется так что один центр силы а одна полиция одна армия и так далее что и как бы требовалось доказать что достаточно было быстренько быстренько при пока еще уже там все решалось на часы как я понимаю принцип восточных единоборств покажи такой кулак с которым никому не захочется воевать совершенно верно и быстро показали причем с такой скоростью что заставила напрячься и в лондоне и в анкаре и не напоминает крымские события ну знаете кулак я я бы сказал так может отчасти может можно какие-то налоги проводить просто я когда там спорю насчет ситуации в крыму я всегда ссылаюсь на опросы общественном мнении вот опрос причем я ссылаюсь на опросы проведенные западными как бы центрами которые дают ответ на вопрос как бы на чьей стороне как бы общественное мнение было вот уже через какое-то время после пришедших событий и дает и начиная с девяносто пятого года до этого тоже они проводили как бы собственно если это не просто ней не рекламируется наш нет никаких дискуссий здесь ибо у нас были какие-то дискуссии на наших каналах которые там смотрят миллионы людей где я мог бы там со своим оппонентом как бы например фисенко обсуждать он был же не дурак он бы аргумент я борту на люди могли бы тогда выяснить на чьей стороне правда а так людям забивают головы они значит не не имеют них реального представления даже с прошлом буквально годичные или там 7 7 летней давности они не понимают что произошло что было мотивом это все считать ну это конечно россия стала врагом потому что значит крым и все такое ну мы с вами сейчас это не обсуждаем да безусловно но вот кстати по поводу общественных дискуссий поднятия тех или иных тем меня вот впечатлило после событий в казахстане что у нас многие удивились тому что оказывается есть там коллективные миротворческие силы о дкб что оказывается они могут вводиться в ту или иную страну я просто темой вот евразийской интеграции военно-политической и экономической занимаюсь давно и скажем я знаю что о дкб был преобразован военно-политический блок еще в 2010 году а в 2011 году были созданы эти коллективные силы обороны а после событий в армении в 2018 году страны-участницы договорились что их можно применять и запрашивать их помощь не только при внешней агрессии но и при внутренней дестабилизации вот это такой скоростью интересно я бы просто смотрел на документ этот на устав но там действительно можно из этого устава вычленить формулу которая допускает приглашение о дкб даже если нет какой-то внешней агрессии хотя мы прекрасно понимаем что что такое внешняя агрессия у нас чего была внешняя агрессия значит майданах этих нет вопроса было заранее с участием значит спецслужбы подготовленные люди все такое а сами нижние заходили все это было внутри украинская как бы дело а на самом деле все с очень серьезным участием я бы сказал за много лет я считаю что активное как бы участие в цветной революции подготовку этой цветной революции началась вообще девяносто первом году тогда никто не знал про цветные революции началось потому что начали осваивать это пространство фондами значит я просто могу сказать что первый компьютер который я получил это несмотря на то что я работал на предприятие которая занималась изготовлением микропроцессоров но тем не менее первый персональный компьютер я получил фонде сороса который еще украине его не было надо было ехать москву за этим компьютером значит и тогда началось освоение этого пространства появились десятки а потом и сотни возможности как бы получение финансирования от посольства фондов и так далее а потом уже включились как бы специальные спецпроекты например я считаю что ющенко это спецпроект американских спецслужб просто просто проект когда человек когда человеку который который вообще говоря бездарный абсолютно экономист финансист когда его делают лучшим банкиром европы кажется или чуть ли не мира но известно кто это решение понимает значит это началось давно еще он еще как бы не никакой политикой не занимался а потом его сажают когда он летит из нью-йорка наверное из нью-йорка в киев его сажают рядом с его будущей женой американкой имеющей большой опыт в антисоветской команде которая работала как часть украинской диаспорной политики и тогда значит просто посадили просто женили его то есть он стопроцентный продукт ну а дальше все тоже и поскольку я был кого недалеко от от принятия решений да вот откуда выражение из меня меня женили я очень в 90-х годах еще был там советником вице-спикера и так далее то сильно был очень близко к этим всем разговорам все это слышал просто надо конечно написать воспоминания но а зачем дело ну не знаю как то нет энтузиазма такого знаете что вот если бы уже ушел на пенсию может тогда бы писал пока еще востребован прежние времена сказал бы готов растирать чернила скажите а вот преемственность этих первых вот первый банкир а потом мы получили оказывается лучший мэр европы в лице нашего киевского мэра это все та же тенденция это все тоже цепочка тенденция понимаете при том что ну как то они то ли специально то ли как выбирают людей без мозгов понимаете значит абсолютно голова органчик но как это да вот хорошо выглядит красивый ющенко интересный мужчина красивый значит хорошо и известный раскрученный же к тому времени или боксер но он же известный человек он значит действительно много как бы славы стране как бы своей принес и к вы слышите но когда человека назначают лучшим мэром то киевляне то знают что это стоит да настолько знают что два раза его выбрали это уже отдельно это отдельный разговор отдельный разговор но не об этом тему на все все-таки коснулись вот я уже который месяц пытаюсь выяснить а сколько же стоят вот эти пеньки которыми заставили всю столицу это это мы с обсуждаем довольно часто когда мимо них проезжаемся я думаю что за стоимость этих пеньков можно было спокойно две станции метро открытили мост построить я тоже так думаю слушайте но это же не ржавейка это там тысячи этих плюс установка там где денег списалась мама не горюй особенно мне нравится когда на бульвар бульвар на кудринская да там поставили островки вот эти островки там вся дорога 10 метров и вдруг островок то есть это колоссальная опасность для водителей ночью ужасно теперь негде остановиться если на лукьянку хочешь заехать это очень неудобно но кто об этом думает это вы давно на бессарабке значит не были там вообще интересно сделали там вообще вот у меня такое впечатление что вот эти вот коридоры иначе не назовешь разрабатывали иначе как какой-то бывший руководитель зоны вот там с карманами не будем о грустном не будем безусловно возвращаясь к вопросам скажем так политики в восточной европе вот вы уже упомянули о том что в британии хотели бы видеть сергея шойгу в гостях на переговорах у себя сейчас вот она лена бербок министр иностранных дел германии приехала в киев и сегодня если я не ошибаюсь она будет в москве то есть идут такие попытки европейских политиков налаживать диалог с российской федерации уже в двустороннем формате вот не кажется ли вам что это делается для того чтобы элементарно затянуть время нет но слушайте но избралась в коалицию коалиции надо было как-то принимать решение кто там будет какие должности поскольку она вторая величина по по численности фракции да она должна получить просто никуда не пододеваться да зеленые должны получить второй пост в государстве значит она получает второй пост и совершенно неважно что она не имеет ни образования никому соответствующего не опыта да ну какой нулевой дипломатический опыт ну и кроме того она просто женщина как бы женщина не хочется говорить да но просто ты хочешь приехать в москву разговаривать с лавровым а до этого ты едешь на линию разграничения рассказываешь о том что северный поток 2 нужно как бы зарубить и так далее сначала в киеве но если бы были но немножко с мозгами получше даже без всякого дипломатического опыта надо понимать какие у тебя приоритеты ты будешь решать проблемы в интересах германии с украиной или с россией не понимает человек ну поедет лавров вежливо поговорить женщина и она уедет чем приехала ну и посмотрим как дальше будет я понимаю что они должны постоянно самоутверждаться понимаете от баррель самоутверждается в своей этой должности она самоутверждается тоже в своей новой должности и так далее крутой все такое министр иностранных дел главной страны европы кто то очень понимаешь в этой зеленой энергетики которая просто оказалась сейчас и чем дальше будет вот эти время значит просто пройдет пять лет и окажется что конечно это важная тема но то что они наговорили то что символом этого всего оказалась бедная больная девочка грета тунберг этого что мало как бы чтобы осознать куда чтобы делаете не знаю я до 1000 по моему еще в конце 80 прочитал но мне регулярно как бы я как по профессии физики я читал кажется в журнале успехи физических наук это крутой журнал на две главные большие люди печатались и там была статья капицы лауреата нобелевской премии где он объяснял на пальцах но для более-менее грамотных людей которые получили образование где-то университетская о том что это такое вот зеленый энергетик условно говоря сейчас так называю вот где он развенчал абсолютно как бы ставку на это и так далее защита было сколько 40 лет тому назад вот когда еще был физиком но по этой причине очевидно они в германии сейчас стали рассматривать атомную энергетику тоже как зеленого якобы но пока что они закрывают в германии да но в евросоюзе в целом вот недавно в евросоюзе конечно слушайте там франция у него 60 процентов электроэнергии вырабатывает атомная электростанция может быть сейчас уже больше но там несколько лет тому назад была цифра 60 процентов ну и конечно это это поразительно да вот и отчасти для меня это говорит о ну как бы национальном характере знаете вот они получили прививку как бы после катастрофического поражения во второй мировой что надо избегать любых опасностей поэтому они решительно выступают против партии которые тем менее они как бы демократическая страна и поэтому там ну какие-то там проценты набирают уже несколько лет альтернатива ли германии значит и но они их вы просто в средствах массовой информации все дискредитируют это ужасно вот называют фашистами и так далее и как бы вот эта прививка оказалась против любой опасности в частности не хотим мы продавать значит украине оружие потому что это не не способно привести к к миру а наоборот будет провоцировать войну они так считают поэтому они даже запрещают британцам летать с этим оружием не знаю значит британия имеет историческую историю как бы противостояния с российской империи советским союзом и так далее и в сегодняшних потенциалах возможностей британские политики должны были бы гораздо быть более аккуратными чем немецкие но нету ничего этого у них там клоун один значит премьер-министр да значит но и другие не очень адекватные люди принимают решение но что тут можно с этим всем делать и не отдают себе отчет что они ставят на кон существование британии вообще как государство нет они не считают что мы к нам все пофиг но сейчас там сделаем базу вот перечисляя всех этих альтернативно одаренных я думаю что можно перефразировать пословицу в семье не не без понятно кого вот в стране не без марьяна без угла и вот какие-то они множатся на герой совсем это понятно но в чем-то жмоте реально должны быть первыми если там лучшего банкира и мэра условно назвали то это точно первое да это правда я я бы не удивился если был такой конкурс на главного интеллектуалом политик нагло на главного псаки до главного вся кино это же тоже как-то слушайте но я меня тут после всех моих разговоров последнего времени нужно записать там как бы америка фобов и так далее слушайте я очень хорошо знаю и историю и литературу больше того я могу вам сказать что мои первые поездки соединенные штаты много лет уже не летают туда но я встречался там поначалу с коллегами вообще по части как бы своей первой профессии какими-то профессорами все слушайте я был настолько поражен что они не то что не знаю там кто такой до спаса мне кажется очень хороший писатель они и они стендбека не знаю и многие просто не слыхали когда там что был такой хемингуэй и все то есть это предельно низкий общий уровень культуры у людей занимающих высокое положение которое по заканчивали там юридические вузы то есть у так что я больше и америка на фил чем настоящие точно больше чем блинкин и в этом не сомневаюсь потому что он как бы не только позор значит американского но еврейского народа одновременно понимаете который такой несет такую ахинею вместе со своей как бы заместительницы американскую литературу я люблю безусловно но для них кстати там характерен для американцев в особенности но и в целом на западе характерно вот эта проблема узкой специализации у немцев есть хорошее слово которое это обозначает она называется фах идиот то есть что означает идиот во всем помимо своей профессии непосредственной но вот немцев с идиотами есть еще одна интересная вещь называется идиотин тест вот я так думаю что после этой каденции хорошо было бы всех кандидатов пропускать через этот тест чтобы ну все таки как-то поменьше у нас в украине как бы до задним числом несколько вот вы упоминали о том идиотизме который прозвучал со стороны британцев когда они приглашали шойгу к себе туда на ковер или поговорить а с другой а с другой стороны одну минуточку но если целый президент ходил в ми-6 так уж какой-то шойгу так и сам бог велел президент не 6 до англиканский это правда да ну и не знаю но вот он будет так жить я думаю через некоторые ну а с другой стороны а попробовать то можно чё не а вот смотрите вот то что сейчас происходит у нас здесь на наших терренах я конечно не сторонник столько времени внимания придавать нашему пятому президенту хотя так сколь скажу что в бытность его еще президентами думал что более омерзительного персонажа на посту президента уже наверно не видать но судя по всему ошибся так вот сейчас когда комментируют все эти перипетии сегодняшнего и вчерашнего дня и я все время слышу одну и ту же повторяющуюся фразу такой штамп зеленский убирает политического конкурента политический конкурент в моем понимании это в том случае если мы стоим на разных политических позициях а если разницы в этих позициях в принципе не видно то это чисто карьерная борьба кто кто как в детстве было в детском саду кто на стульчик сядет не более того сядет на потоки финансовые ну да не более того здесь здесь конкуренция политическая они в одинаковой плоскости стоят давайте давайте заменим слово конкуренция на оппозиция это лошусь потому что он действительно выглядит как конкурент на одном и том же электоральном поле он его конкурент отбирать у него голоса и внутри партийная борьба оба будут участвовать выбора но если им разрешат американцы если они оба будут участвовать то они оба проиграют сто процентов поскольку они просто поделят этот самый электорат львовско-ровенский вот и вот кстати если бы они объединились ввиду одинаковости задач то партия боях могла называться более скажем так отвечающие своим назначением слуга европейского союза я была была бы возможность я бы советовал могу могу описать на это это правда но дело в том что европейский союз сейчас он теряет то что ну как бы субъект на свою то есть ну как можно быть слугой слуги ну как непонятного и потом мне кажется что мы вступили вот эти это документы два документа который вот условно там называется ультиматумом путина он вот является такой критической точкой вот иногда используют термин без теории катастроф точкой дефоркации после которой история геополитическая история точно будет другой сейчас это ну например значит баррель точно этого не понимает мне кажется что кто-то там начинает об этом догадываться может быть даже президент соединенных штатов я думаю что шольц наверное тоже догадывается что ну уж точно не вербок и и не блинки значит а они находятся вообще вся эта как бы конструкция системы европейской даже мировой безопасности сейчас находится вот в этой точке бифуркация для людей просто два слова скажу что это что это такое такая . в которой случайный фактор меняет картину либо в одну либо в другую сторону причем тут нет и нет никакой возможности иметь 18 сценариев есть только два вверх или вниз а вот потому и бифуркация а я просто видела что но люди как без физического образования рассуждают насчет того что вот эта . от которой будет там столько-то сценариев и так далее нет сценариев может быть только два значит один это что в этот как раз в этот момент я даже образ такой приведу для того чтобы люди себе представили представьте себе совершенно идеальный идеально идеальную пластину абсолютно гладкую ровную значит из очень прочного материала и на него сверху она стоит как бы идет давление абсолютно горизонтальная абсолютно горизонтально она так стоит чем это может кончиться значит это либо прогнется либо влево либо вправо при том что в теории катастроф означает что и вы никогда даже теоретически не можете никаких нет скрытых параметров никаких там ничего то никогда в принципе нельзя предсказать в какую сторону в этой ситуации мне кажется все же можно предсказывать что она скорее двинется в сторону перестройки системы которая учтет требования москвы учтет и не 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 в ту сторону когда сохранится статус-кво который есть вот сегодня я не уверен что это будет там ну сто процентов значит все требования россии будут но если даже три четверти этих требований будут удовлетворены это будет означать что система мировая система безопасности имеет другую новую архитектуру вот вот на пороге чего мы сейчас стоим и и я думаю до сих пор всегда было так что вот эта новая система образуется после войны но именно потому что есть ядерное оружие у сторон то войны не будет большой воды не будет ничего не оканном виде да да она решится как-то без этого но это не значит она решится без военно-технических которые от москве использования и военно-технических средств я не знаю мне конечно хочется назвать вариант но я все же буду избегать этого я не буду называть но у меня есть что на этот счет сказать какие это могут быть какая может быть кого-то вариант который назвал аль капоне да что доброе слово поддержанная кольтом значительно более эффективно значительно до более эффективно и так и будет вот я так и я думаю что мы вот на пороге вот и серьезных изменений стоим и мне кажется что когда путин сказал немедленно это но может быть такая формула речи но все равно это точно не означает через два года это не это означает что начнется очень скоро я просто очень надеюсь что это не начнется до 4 февраля когда она летит в пекин будет разговаривать с и очевидно он акцентировал этим то что не даст эту проблему заболтать что поговорили а дальше будем продолжать потихонечку делать свое да вот этого точно не будет точно не будет я думаю что это значит ну меняемые люди которые там есть для даже думаю что салливан тоже блинкин явно выглядит как бы абсолютно несоображающим а салливан тоже как бы я считаю что только один раз ляпнул какую-то глупость даже не столько глупость сколько эмоциональные реакция но я ссылаюсь на его фразу когда ему сказали как вы отреагируете если русские начнут как бы ставить свою военную инфраструктуру там на кубе или понасолили и он опять же человек вроде бы опытный но он тем не менее сказал что если россия будет двигаться в этом направлении мы используем все возможные средства чтобы этого не допустить то есть вспомнили доктрину монро значит объясняет салливан что что это не допустит почему потому что это наша сфера влияния получается вам можно сферу влияния в латинской америке которая как бы еще бог знает 150 лет тому назад придуманы а значит здесь россия нельзя но вот они же не могут так так записать почему вот требования записать в москву вы напишите как вы отвечаете же не могут записать вот нам можно а вам нельзя невозможно такое записать значит они должны будут как-то сформулировать так чтобы и лицо не потерять это непростая задача и не ответить не могут да и не ответить не могут не могут потому что ну ясно сказали что эти как если бы если даже северная корея у которых вообще ничего кроме того что они могут как бы обстрелять южную корею и какие-то там возможности значит но может до японии еще долетит японии да но ясно что противостоять же соединенным статам уже в серьезном углу но уже этого достаточно чтобы ничего с ними сделать нельзя было разве это можно сравнить с потенциалом возможностям россии ясно же что приходится с этим считаться хотя до сих пор в чем была проблема проблема была в том не в том что у такая колоссальная сила и очень много авианосцев а проблема в том что русские не сопротивлялись как бы вам виделся все таки поворот украины и где наша точка бифуркации но вот сейчас появилась как бы но нельзя сказать что это прямо новая политическая сила но тем не менее ожившая политическая партия там социалистов во главе с гальдарбом и не могут ли они стать носителями вот тех новых смыслов утерянных в украине причем на мой взгляд утерянных еще тогда в далеком девяносто первом году я думаю что вряд ли для того чтобы вот это предположение можно было бы всерьез рассматривать для этого надо было бы чтобы эти идеи можно было бы регулярно и эффективно внедрять в общественное сознание а другого инструмента кроме как федеральные или как бы главные каналы у нас нет если вместо коломойского владельцем один плюс один стал бы гальдар и значит главным редактором там был бы филиндаж допустим да или еще кто-то и этих ребят девушек поувольняли бы наняли бы других и этот канал бы работал я думаю что легко бы мог найти поддержку как было значительной части общества поскольку ясно что востребован так тяжелая ситуация социальная в котором оказалась страна ясно что если был бы акцент именно на социальную политику то тогда можно было бы говорить о том что да это политическая сила которая может оказать влияние на политический процесс а если такого такой возможности не то есть только но такие ютубовские и прочие возможности это достучаться до миллионов людей для этого надо достучаться до миллионов людей но и потом это же соответственно означало бы противостояние с нацио кратической как бы команды которая существует во всех структурах сегодняшней власти и медиа и всего и для этого надо серьезно иметь какой-то какую-то поддержку силовую я бы даже сказал для того чтобы это не уничтожили потому что мы помним что этим сейчас раздадут оружие они будут как бы если бы это произошло на один плюс один просто бы разгромили поэтому нужна какая-то еще силовая поддержка которая обеспечила бы работу этой структуре это не случайно сейчас ну вот нет голоса социальные повестки потому что не кому ее реализовывать если я надеюсь вы имеете ввиду не партию голоса да безусловно я имею ввиду нет есть люди мне знакомые люди которые ориентированы но я бы сказал левоцентрически даже не радикально левоцентрически это они не имеют возможности для самореализации у нас в нашей стране потом это напрямую связано с внешним фактором значит если вы ориентируетесь на поддержку соединенных штатов то никакая левая повестка не может быть реализован в принципе если вы ориентируетесь но вот если бы такое чудо произошло на ту часть европейской элиты которая но как бы может теоретически поддержать но социалисты или стал демократы там европарламенте есть но и они тоже зависимы сильно от от олигархата как бы европейского американского и так далее ну честно говоря и россия небольшой сторонник левой идеологии так что тут я честно говоря то есть иранский сценарий когда они вдруг в одну ночь обломили все поддержки извне и решили по-своему у нас невозможно я думаю что невозможно к сожалению хотя это был бы вариант для сохранения страны значит вот нам для начала нужно убрать из всех структур и тут власти вот эту национальную национальную команду которая в руку ну губит фактически государство я тут выдвигаю позитивную программу но она связана с такой цепочкой вот я позволю себе здесь это произнести с такой цепочкой первое меняется в результате первой бифуркации значит картина когда признается как бы право на безопасность россии и утверждается вот этот вариант как бы когда мир есть как бы три супер страны которые как бы должны договариваться о мирном мирной жизни и так далее возможно как-то а сфера хуяне вот это первое условие второе условие для того чтобы избежать каких-то серьезных испытаний для украины для этого надо и соответственно для соединенных штатов поскольку это завязано надо чтобы соединенные штаты взяли на себя ответственность за реформирование украинской государственности в направлении прямо противоположным нациократии в направлении как бы ну так скажем так условно даже такой европейской демократии то есть когда есть понимание того что страна вот такая сложная страна может жить только с учетом вот как бы инклюзивно интересов разных групп разных групп языковых разных групп региональных и так далее то значит и это должно быть программой вот если у американцев было значит после великой отечественной после второй мировой войны была программа для нацификации германии куда были влиты большие деньги все такое и были исключены вообще из любого влияния значит все что связано с нацизмом вот такую программу могли бы американцы при поддержке россии реализовать украина осталось бы независимым государством в этой своей как бы сегодняшней конфигурации включая как бы автономию донбасса и при этом исключала бы как бы использование себя как инструмента сдерживания россии россия успокаивается восстанавливается нормальные отношения и американцы выступают гарантом дэ нацификации или дэ можно как-то иначе придумать но смысл в том что отказ от этого от украинизации отказ от учет учет ну я бы сказал просто европейская демократия ну да она учитывает это все европа вот замечательно просто она как бы декларирует для себя она устраивает но для нее есть доминанта главное использовать украину против россии скорее американский план но и фактически он работает и в европе ну вот когда мы говорим демократический путь то многие десятилетия это было связано с тем что это демократический путь как бы давал наиболее выгодную экономическую систему построения однако то что сейчас показывает китай говорит о том что не все так хорошо из демократии есть другие пути развития вне демократии и то что сейчас этот мир уже явно не однополярный и скорее всего даже не двухполярная трехполярный то на мой взгляд в сравнении с двухполярностью вот это третий полюс дает более устойчивую систему это уже система появляется международных отношений когда не две страны определяют что-то а уже три а это более устойчиво все согласен единственное что хочу сказать что есть принципиальное отличие китайские ситуации от украинской если в китае там есть доминирующий этнос которые как бы строят всех все остальные он как бы не занимается дурнию всякой там да они все должны значит знать язык на котором только оба основную но китай по надусы они ничего не придумали во всяком случае жесткая как бы управление страной с учетом как бы все нормальных экономических законов которые значит не имеют национального характера но жесткое управление политическое контрольной ситуации значит когда у вас есть доминирующая нация это одно дело значит здесь такого нет нас есть половина страны почти половину вот если бы не вот эти все события 8-летней давности вы точно половине сейчас чуть больше значит если считать что центр полностью как бы кооперируется западом хотя это конечно не так пока не качнулась куда-то в сторону да вот 60 на 40 может быть да и в пользу как бы центр плюс запад от восток юг 40 значит это невозможно то есть это можно зажать вот как сейчас зажат зажата и в существует форме такой мы не можем пойти мы себя не можем самовыразить и не будем будем спосабливаться к этому сегодняшнему но мы будем считать что это вообще не родная страна мы все равно как бы живем внутри себя для своей для своей как бы своих интересов а они как бы национальных и государственных поэтому у нас здесь надо я считаю что для нас актуально федерация актуально учет интересов как бы разных регионов и гарантами того что эта страна не уменьшится и не не потеряет часть территории должны быть договоренность между американцами и русскими и они должны дать уже как бы такие письменные прописанные гарантии что если так будет вот как я говорю да да то так соединенные этой россии гарантирует безопасно нормальное будет нормальное отношение с я считаю что кто-то где где-то это высказал кто-то написал новый сказочник михаил борис ну может и сказочник но мне эта сказка нравится во всяком случае это сказках с хорошим продолжением и кстати федерализация наверное был бы один из самых эффективных способов борьбы с коррупцией поскольку невозможно было бы связать эти звенья за при заплетит создав монополиста очень сложно было бы это было бы очень сложно выслушайте но и есть же замечательные примеры но та же самая германия которая прошла через эту донацификацию через все ну вот дел копируйте в политике не российский не получится а копируйте политики опыт германии как нужно управлять страну и какая она должна быть по структуре как нужно уважать как бы значит баварию и но торинги и принимать историю какой бы она ни было принимать историю вот пусть вы там можете что называется как бы больше любить себя в искусстве чем в искусство в себе там от этого сложно избавиться да это таких у нас много да вот но какой-то вариант реализации для украины он самый перспективный именно такой и я не знаю я честно говоря его обсуждал когда спокойным черноволом причем я сожалею что не записал наш разговор нашу дискуссию на магнитофон или хотя бы потом записать но я бы сказал скорее он выступал в роли как бы промоутера этой идеи вот был у меня были с ним хорошие отношения вот но увы но вы знаете за многие многие месяцы если не годы вот сейчас вы дали хотя бы какой-то вариант надежды на то что не все так безнадежно что в принципе не 18 вариантов как у нового но у нас и печенья стука не но все-таки варианты выхода из вот этого безобраза в котором мы все очутились есть я очень надеюсь спасибо спасибо вам спасибо вам пока да в гостях в гостях у передачи версии был михаил погребенский директор киевского центра политических исследований и конфликтологии подписывайтесь на ресурсы первого казацкого института глобальной цивилизации на мой телеграм-канал политолог богатырев и до новых встреч